Почти в каждом выступлении перед международными партнерами президент Украины Владимир Зеленский напоминает, что Украина воюет в частности и за страны ЕС. И если Путину удастся победить на украинском фронте, то он не остановится. И это действительно может произойти. Путин может напасть на страны Балтии. При этом они будут совсем не готовы к войне. Такую оценку, а возможно лучше сказать, приговор дала политика. Издание считает, что такой ход событий действительно может быть. Ставят они на 2027 год и при условии, что Трамп президент и он вместе с Китаем продолжает заниматься Тайванем. При этом война в Украине продолжается, хоть и помощь от союзников иссякла. Именно тогда Путин решает нанести удар по эстонской авиабазе Эмори. Туда летят ракеты, а сотни тысяч российских оккупантов врываются в восточную часть Эстонии. Бойцы НАТО под ударом. Но политика считает, что Трампу на это будет безразлично. Так что войска НАТО возглавляет не США, а Британия. Сам же Трамп якобы лучше перенаправит большую часть американских войск из ЕС в Индо-Тихоокеанский регион, дав бункерному сигнал, что его не беспокоят страны Балтии. При таком раскладе Россия якобы должна взять восточную часть Эстонии через два дня. После этого Путин объявит свою традиционную речь, что регион вернулся на родину и раскрывает свой ядерный зонтик над вновь завоеванными территориями. Именно тогда пятая статья НАТО может превратиться в бесполезную бумагу, считает политика. Путин, конечно же, говорит, что такой сценарий бессмыслен и его никогда не будет, потому что у РФ нет причин нападать на страны Балтии. Но вспомните постоянные угрозы от российских пропагандистов. А еще стоит напомнить, что также говорил бункерный дед и об Украине. А вы как думаете, такой сценарий возможен? Пишите свои мысли в комментариях. А еще ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. У нас интересно.